Рада приветствовать вас у нас, информационная весть Данки Пресс. Мы хотели вам дать несколько вопросов о наших отношениях с Республикой Кореи. В текущем году Крыска дипломатия отмечает 80-летний юбилей. Скажите, как начался ваш путь в сфере международных отношений? Во-первых, спасибо за приглашение на эфир. Да, вы правильно сказали, в этом году отмечается 80-летний юбилей Министерства иностранных дел Крысской Республики. Это очень значимая дата. Тем более, как мы все знаем, сейчас идет очень активная работа Крысской Республики с другими странами буквально по всем направлениям взаимодействия. И то, что касается истории сотрудничества Крысской Республики и Республики Корея, то могу сказать следующее. То, что в 1991 году одна из стран, которые одним из первых признали нашу независимость, это была Республика Корея. В 1992 году между Крысской Республикой и Между Республикой Кореей установлены были дипломатические отношения. В 2006 году было создано консульство Крысской Республики в Республике Корея. И оно было уже преобразовано в 2008 году в посольство. И с тех пор ведется очень активная деятельность по развитию наших двухсторонних отношений. Ну, то, что касается второго вопроса, касательно того, как я попала в дипломатию, я могу сказать то, что я сама по специальности являюсь экономистом-востоковедом. Моя специализация — экономика Кореи. Я в совершенстве владею корейским языком. Закончила я Бишкетский коммунитарный университет в 1999 году. И с тех пор тоже вела определенную деятельность именно по взаимодействию. Может быть, какая-то лепта тоже была по сотрудничеству с Республикой Кореи. Я представляла определенные корейские компании тоже. То есть вот был проект такой по персонификации паспортов в 2005 году. И я привлекла тоже сюда компанию. И благодаря ей уже из частных рук персонификацию стало делать наше государство. С тех пор я, получается, даже будучи депутатом парламента, я руководила группой дружбы «Кыргызстан-Корея». Поэтому владею полностью информацией об этом. И это мне тоже очень помогает и в нынешней моей деятельности чрезвычайного полноочного посла Кыргызской республики в Республике Корея. Каков текущий статус и перспективы здоровья и отношений между Кыргызстаном и Южным? Основные направления нашей деятельности – это политические отношения, торгово-экономические, культурно-гуманитарные. И по всем направлениям сейчас ведется очень активная работа. Я хочу отметить то, что в 2022 году нам удалось организовать визит министра иностранных дел Кыргызской республики Кулубаева Дженбека Малдухановича в Республику Корея. И здесь важно отметить то, что этот визит он прошел успешно и через 16 лет после предыдущего визита, то есть 16 лет этого визита не было в Корее. Мы его успешно провели, были подписаны соответствующие документы по результатам. И также хотела бы отметить то, что в начале прошлого года после 9-летнего перерыва был проработан и проведен визит спикера парламента Нурланбека Шакиева в Республику Корея. Тоже успешный был визит, учитывая такой тоже большой перерыв. После 30-летнего перерыва в прошлом году мы провели межмидовские консультации между мидами нашей страны, Крыгской республики, и между мидом Республики Корея. Сейчас ведется деятельность именно по форуму сотрудничества. Юбилейный форум прошел в позапрошлом году в Республике Корея, участвовали министры пяти стран. В этом году у нас стоит такая очень большая задача – визит нашего президента в Республику Корея. Его не было 11 лет, то есть последний визит президента был в 2013 году. Сейчас мы ведем очень-очень активную работу для того, чтобы визит нашего президента прошел успешно в Республике Корея. Как сталкиваются наши экономические отношения? В данное время упор именно делается на развитие торгово-экономического сотрудничества. В 2022 году при контроле нашего посольства два года у нас велась работа с такой очень известной компанией Корея Телеком. Она является крупной компанией Кореи. Они нам провели определенную работу и написали стратегию цифрового развития Кыргызстана. Она может служить как бы настольной книгой для наших государственных органов. И в основном шаги по выходу из теневой экономики. Также в 2023 году привлекли такие компании, как BC-карты Сматро. Проект называется «Провайдер торговых услуг». И при содействии проработки посольства в прошлом году, в августе месяце, вот два года вели этот проект, вели контроль проекта, было подписано соглашение между Межбанковским процессинговым центром и компаниями Сматро, BC-карт, проект «Провайдер торговых услуг». То есть это очень важный проект для нас, тем более в рамках развития торгово-экономических отношений, проект финансовой сферы. То есть он является одним из шагов в помощь именно выхода из теневой экономики. Реализация проекта начнется во второй половине 2024 года. Сейчас идут подготовительные работы. И, как мы все знаем, платежи во многих странах сейчас ведутся безналичные. То есть этот проект подразумевает введение именно этих безналичных платежей. И также будет инфраструктура полностью с их стороны, с корейской стороны установлена. И я думаю, этот проект тоже нам сделает очень большую помощь именно в финансовом секторе, в нашей экономике. И помимо этого, хотела бы отметить то, что в прошлом году был открыт филиал такого крупного банка, как B&K Capital. Помимо этого, хотела бы отметить то, что есть такие проекты развития. Мы находимся с 2021 года по 2025 год в приоритетном списке стран по развитию этих проектов. И сейчас, в данное время, проекты к нам поступают. Они, получается, поступают и к нам, и в то же время по направлению Койка через посольство Кореи в Крыгской республике. Сейчас, на данное время, реализуется около 8 проектов на общую сумму примерно около 30 миллионов долларов. Это проекты буквально по самым разным направлениям, по тем направлениям, которые очень важны для нашей республики. Это сельское хозяйство, цифровизация, энергетика, образование, здравоохранение. И мы, опять же, ведем очень активную работу для того, чтобы корейские компании, которые заинтересованы в продвижении вот этих грантовых проектов для Крыгской республики, получали полную информацию. Мы помогаем именно во взаимодействии с нашими государственными органами. И по каким-то очень важным проектам мы ведем общий контроль. Вы знаете, вот инвестиции — это такое дело. Сразу корейские компании, они не могут решили, все инвестируем. Это тоже определенный процесс. Крупные компании, у них есть определенные процедуры, то есть ознакомительная процедура тоже занимает определенное количество. Потом несколько лет могут занять вопросы изучения рынка, и так далее. Это тоже хочу отметить то, что не такие вот прям очень быстрые процессы. Несмотря на это, мы сейчас ведем очень активную работу по привлечению иностранных инвесторов. И, как я выше сказала, то, что вот те крупные компании, которые сейчас уже начали свою инвестиционную деятельность в Крыгской республике, они таким же образом взаимодействовали с нашим посольством. И мы, получается, вели вот такой некий контроль для того, чтобы эти компании не свернулись, то есть не ушли назад, а шли вперед и начали какую-то деятельность в Кыргызстане. Какой объем товарооборота между нашими странами? Товарооборот между нашими странами вырос на 314%. То есть сейчас он, по данным таможенной службы Республики Кореи, составляет больше миллиарда ста миллионов долларов. Это очень хороший показатель. То есть торговые отношения между нашими странами растут. И сейчас основное направление, вот именно по которому ведется вот эта статистика, это экспорт автомобилей из Республики Корея в нашу страну. И также среди таких товаров, которые в больших количествах отправляются к нам, это косметика, товары потребления общего. И сейчас мы можем сказать о том, что учитывая эти данные, то что товарооборот между нашими странами, он растет. А в прошлом году открылась прибора авиасообщения между нашими странами. Как этот складывается этот рейс? И выросли поток туристов в нашей стране? Да, вот в прошлом году, 11 июня, был открыт прямой рейс. Нам услуги предоставляет компания T-Way. Она является очень такой известной компанией в Корее. Сейчас рейс осуществляется до буквально мая месяца, а пока один раз в неделю. Несколько недель назад у нас была встреча с руководителем компании T-Way. Были переговоры. И сейчас по предварительным данным в середине мая месяца планируют запуск рейса именно вот три раза в неделю. Так как сейчас по статистике за прошлый год, учитывая то, что рейс был запущен в июне месяце, буквально за полгода, пять тысяч человек были пассажирами данного рейса. И сейчас планируется больше 20 тысяч человек вот буквально сделать вот как бы по итогам вот этого года, 24-го года, учитывая то, если рейс запустится в середине мая месяца. Имеется ли на сегодняшний день крупные несомоглашения между двумя странами? Подписаны ли они? Реализуются? Да. Ну, как я уже сказала, у нас сейчас реализуются ОПР-проекты, ОПР-проекты между... Это грантовые проекты, и на них уже корейской стороной выделены средства, и сейчас вот на около примерно 30 миллионов. И, как я уже сказала, один из очень важных проектов это провайдер торговых услуг. Здесь общий инвестиционный фонд проекта 12 миллионов долларов, из них корейская сторона будет вкладывать свыше 8 миллионов. Но суть этого проекта не сколько вот в самих вкладах, а в том, что оно принесет вклад в нашу экономику путем безналичных платежей. То есть здесь, как я говорила, будет установлена и инфраструктура вот этого проекта, и он будет являться одним из шагов, одним из проектов по выходу из теневой экономики. И здесь я также хочу сказать, то, что при содействии посольства с 2016 года проект не двигался. Это проект Эксимбанка по строительству инфекционной больницы. Соглашения между двумя странами они были подписаны. И в этом году сейчас, вот как я знаю, уже эти соглашения прошли ратификацию в парламенте, и начинаются уже определенные процедуры именно касательно строительства этой инфекционной больницы. Мы продолжаем вести очень активную работу, как я выше сказала, так как, чтобы привести, допустим, вышесказанные, вышесказанные инвестиции, вот эти компании с матро-биси-карты, Кейти, мы очень активную работу два года вели это все. И сейчас как раз таки компании, которые заинтересованы именно в сотрудничестве с Крыгской республикой, они прибывают, сейчас ведут свои экспертные работы, поэтому мы ожидаем инвестиционных вкладов. Какая работа проводится МИД и посольством для упрощения визового режима для транспорта? Действительно, МИД Крыгской республики и посольством проводится большая работа по упрощению визовой поддержки наших граждан. Все предыдущие годы нами озвучивалась эта проблема буквально 22-23 год. В особенности было очень много встреч на уровне вице-спикеров, спикеров, парламентариев, министров. И на всех этих встречах поднимался вопрос упрощения визовой поддержки. И вот буквально с недавнего времени посольство республики Корея в Кыргызстане упростило получение туристических виз, правда, для определенной категории возрастной. Но в этом плане я думаю, что будут проводиться определенные переговоры по дальнейшему упрощению визовой поддержки. Сейчас, как раньше, жалоб нет в этом плане. Сейчас очень много наших граждан прибывает в Корею, в том числе и на плановые какие-то чекапы, медицинские учреждения. Студенты уже беспроблемно получают визы. Также бизнесмены наши прибывают и сезонные работники, работники по программе ИПС. Поэтому я могу сказать о том, что сейчас на данный момент особых таких визовых напряженностей в получении виз не существует. И здесь, раз уж мы заговорили у визовой поддержки, я хотела бы перейти уже на консульское направление нашей деятельности. Вот сейчас на данное время в Республике Корея количество наших граждан 10 130 человек, студентов около 900 человек и количество тех, кто получил консульские услуги на данное время 5 300 человек. То есть, как мы видим, количество наших граждан, пребывающих в Республике Корея, увеличивается. Два года назад это были совсем другие цифры. Двухсторонние наши отношения, они действительно улучшаются еще и в консульском плане, в поддержке наших граждан. И сейчас буквально мы вводим новое правило. каждую пятницу я, как посол, буду встречаться с нашими гражданами, то есть, мы отводим такое специальное время. Сейчас работают, то есть, существуют две программы, по которой наши граждане приезжают работать. Это программа ИПС, то есть, они получают категорию визы И-9 и работают на заводах 4 года 10 месяцев. Буквально в прошлом году, позапрошлом году квота на получение разрешения на такую работу, на получение визы, было 1300 человек, в прошлом году 2700 человек, и в этом году это количество увеличилось до 3300 человек. Вот, и вторая программа это сезонные работы, это сбор клубники, где-то лука, различных ягод, яблок. Как обстоят дела с культурно-гуманитарным сотрудничеством? Да. Посольство также ведет очень активную работу в плане развития культурно-гуманитарного направления двухстороннего, и в этом плане мы сейчас очень активно ведем работу с университетами Республики Корея, мы направляем их сюда, в Кыргызстан, подписываются соглашения, подписываются меморандумы о взаимопонимании, и в этих рамках ведется очень, ну, как бы, активная работа уже между этими вузами. Вот, буквально недавно было тоже оговорено подписание соглашения между университетами Кореи, они прибывают вот 28-го числа, ректор одного из университетов будет подписывать соглашение с техническим университетом, с университетом Арабаева. Я буквально позавчера посетила университет Инстанова, учреждение, оно при Министерстве культуры, называется Сэджон Хактан. Сэджон Хактан, он обучает корейскому языку бесплатно по всему миру. И мы оговорили открытие центра корейского языка, и сейчас они ведут очень активную работу. Я здесь хотела бы еще отметить то, что посольство очень сейчас ведет активную работу с регионами Кореи, с городами Кореи. И вот эти региональные вузы, они заинтересованы во взаимодействии с нашими университетами, с нашими вузами, в плане того, чтобы студенты могли приезжать, одновременно учиться и одновременно работать. И я так думаю, что в этом году с университетами Кореи и Кыргызстана будет подписано немало соглашений по здравоохранению. тоже ведется сейчас очень такая активная работа. Буквально в прошлом году больница Санской Сиула-Сан, это больница при Хюндай Корпорэйшн, при Хюндай Групп, это такая гуманитарная акция была, 86 медиков с волонтерами прилетали со своим оборудованием, со своими лекарствами, они осматривали наших граждан в национальном госпитале, делали операции, лечили, давали лекарства. В этом году такая же акция проходит сейчас в данное время в городе Каракол. Я буквально сама позавчера была там, жители довольны. В основном делаются сейчас операции на катаракту и какие-то другие операции каких-то граждан по результатам прошлого года какие-то граждане были приглашены в Корею, там тоже им были сделаны определенные операции. Также мы ведем очень активную работу с Министерством культуры Республики Корея и здесь я хочу отметить цифровизацию наших музеев. Сейчас три музея уже ведут эту работу, но к ним еще добавляются еще два музея. Мы заинтересованы в том, чтобы побольше было открыто здесь в Корее курсов корейского языка, потому что наши граждане, наши студенты, наши школьники, они очень заинтересованы выезжать в Корею, обучаться, и это им было бы большой помощью. И, как я выше сказала, есть организация Саджон Хактан, которая занимается обучением корейского языка по всему миру. Она также заинтересована обучать наших рабочих, которые выезжают в Республику Корея, для того, чтобы у наших граждан в Корее не возникало проблемы, сложности. Каковы ваши взгляды на роль женщины в дипломате? Вы знаете, я не могу сказать о том, что дипломатом должна быть только женщина или мужчина. Это очень ответственная работа. Я единственное могу сказать, что человек должен быть компетентен в своей работе, должен стараться, должен ставить определенные цели и идти к этим целям, должен организовывать свое учреждение там, где он работает, правильно организовывать для того, чтобы были определенные достижения в двухсторонних отношениях, определенные результаты. Сейчас я совсем даже забываю о том, что возможно, что я даже женского пола, так как моя цель только достигать результатов, и здесь, я думаю, не играет роль мужчина ты или женщина. Самое главное вести свою работу правильно, вести компетентно и чтобы были определенные хорошие результаты. Вот это, я думаю, самое важное. Спасибо вам. Спасибо.